Аул Кошхабль отпраздновал 95-летний юбилей. Торжества прошли во Дворце культуры, который стал в этот день гостевым домом. Он радушно распахнул свои двери перед гостями и жителями аула. Зарема Карданова расскажет подробнее. Торжества прошли во Дворце культуры, который стал в этот день гостевым домом, как издавна принято у черкесов. Он радушно распахнул свои объятия перед гостями и жителями аула. Их было в этот день особенно много. Радость встречи сопровождалась поздравлениями от официальных лиц республики и района. День рождения аула – это праздник тех, кто здесь родился и вырос. Тех, чьим трудом оно развивалось все последние годы. И тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за его судьбу. Успехи и достижения сегодня – это заслуга нескольких поколений, пронесших любовь и преданность аулу через всю жизнь. Аул Кошкабль славится своими тружениками, спортсменами, великими людьми, которые всегда созидали на развитии района, аула, республики. Многие из них стали заслуженными людьми. И дай Бог, чтобы в Ауле продолжалась эта прекрасная традиция. Росли новые молодые таланты, которыми мог гордиться наш народ, наш район, республика. Прошлое было представлено старинными фотоснимками об истории многочисленных передовиков сельскохозяйственного производства разных лет, деятелей науки, культуры и спорта. Населенный пункт был основан в 1925 году переселенцами из аула Атажукинские, ныне Зиюка. Название Кошкабль в переводе с черкесского означает «качующий аул». Одним из инициаторов переселения в 20-х годах прошлого столетия был зажиточный аульчанин, сын крупного животного доселения Атажукинская Хаджумар Думанишев, который решил вопрос о выделении земли и начале переселения в Тифлисе. Ему было предложено занять пустующие земли в районе хутора Фроловский, поселка Заречный и аула Кошкабль. После получения официальной бумаги Хаджумар Думанишев созвал совет старейшин и было решено поселиться ближе к Атажукинскому, где остаются родные и близкие. И первым, кто вбил кол в земельном наделе, был сам Хаджумар вместе с другими селянами из рода Баловых, Моловых, Абедоковых, Кардановых, Парануковых, Кундуховых и других. Оттуда и начинается история сегодняшнего Кошкабля. Массовое переселение продолжилось в следующем, в 1926 году. С той далекой поры прошло более 95 лет. Народы разных наций, люди славные, живут и трудятся единою семьей. В рамках празднования состоялись и спортивные соревнования. Любители лошадей кабардинской породы пришли со своими питомцами, за которыми восхищенно следили все жители аула. Также всех порадовали выступления творческих коллективов и солистов Хабетского района, среди которых были совсем юные исполнители и известный певец кавказской эстрады Руслан Агоев. Радостная музыка еще долго была слышна над небом аула, где витал аппетитный аромат свежеиспеченных халифа вместе с дымком от костра и вареного мяса. Зарема Карданова, Алибо Станов, Вести, Карачаева, Черкесия, Кошхабль.